Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. На Украине полным ходом идет подготовка ко второму туру президентских выборов. Вот об этой подготовке мы сейчас и поговорим с политическим консультантом, известным украинским политологом Николаем Спиридоновым. Николай, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте, Александр. Николай, вот кандидаты в президенты Украины прошли, как известно, медицинское обследование на предмет наличия в их организмах наркотиков или алкогольной, как это называют, алкогольной зависимости, признаков алкогольной зависимости. Автором идеи вот этой проверки или этого шоу был, опять же, как известно, господин Зеленский, кандидат президенты. Можно ли в связи с этим утверждать, что Зеленский, скажем так, одержал некую стратегическую победу, поскольку затянул Петра Порошенко для участия в этом шоу? И, в общем-то, понятно, что тот играет в этой ситуации на поле Зеленского, где тот достаточно силен. С другой стороны, сам этот балаган создачи анализов позволяет говорить о том, что, ну, по крайней мере, то, что пишут в украинских СМИ, позволяет говорить о том, что у населения страны есть определенного рода скепсис к тому, что в итоге напишут в анализах. Я не думаю, что это победа Зеленского, потому что у него и так был подавляющий перевес в рейтинге и остается, по данным различных закрытых опросов, он практически в два раза опережает действующего президента. В связи с этим, с политтехнологической точки зрения, думаю, что было бы правильным просто ответить, что ему вот с Петром Порошенко дебатировать уже нечем, Петр Порошенко уже все, что мог сказать, все сказал за последние пять лет. После этого можно было бы уже, в принципе, не делать практически ничего, оставшееся до выборов время отмалчиваться, потому что практика показывает, что в Украине избиратель не наказывает за отказ от дебатов. Был ряд случаев, когда политики отказывались от дебатов и выигрывали выборы. А вот Зеленский ввязался все-таки в обмен ударами, вот это все равно, что там боксер лидирует по очкам с разгромным счетом после 11 раундов, и в 12 раунде он все-таки пошел на обмен ударами. И вот с анализами теми же, ну, во-первых, у нас же разные случаи в стране ходят относительно того, что Петр Алексеевич употребляет, ну, не наркотики, более мягкий вариант, но, в общем, что себе позволяет. А тут вроде как Петр Порошенко некоторые слухи развеял, вот, и пошел, значит, сдавать анализы, хотя ему сказали, вот, врачи, это было в прямом эфире, что окончательные результаты будут через несколько недель. И в связи с этим я в Фейсбуке пошутил, что уже результаты выборов покажут, то есть кандидатов, алкоголик и наркоман, потому что через несколько недель, а выборы у нас уже через две недели, соответственно, вот, проигравший будет под подозрением. А что касается Зеленского, то он же попал тоже в скандал, вот, в связи с неправильной публикацией даты сдачи анализов поставили второе число вместо пятое. Я думаю, что это, на самом деле, техническая ошибка, связанная с тем, что девушка-медсестра, ну, просто не привыкла к такой сильной публичности, потому что это мы с вами, люди привычные, готовы, наверное, перед камерами все говорить. А обычно среднестатистический человек, среднестатистическая женщина, ну, как бы, ну, не готова к такому вниманию к своей персоне, наверное, просто действительно рука дрогнула, и где-то она вот поставила двойку вместо пятерки. Но, тем не менее, сторонники Порошенко начали это использовать, уже вот вовсю распространяют информацию, что якобы кандидат в президенты Зеленский является наркоманом, и, как бы, вот эта помарка, пытаются зацепиться за нее. Поэтому сказать, что тут какая-то однозначная победа Зеленского, я бы не сказал, скорее, вот, даже я бы сказал, что его шансы на победу на выборах минимально понизились. То есть, если я давал на его победу процентов 80, то после этой перебранки я даю процентов 70, потому что я вижу, что представители старшего поколения уже тоже им очень недовольны, говорят, что это за цирк, вот почему мы постоянно анализы какие-то, видя обращения. То есть, вот он, ну, многие дезориентированы, и однозначно за Зеленского только молодежь выступает. Поэтому я думаю, что это ошибки со стороны штаба Зеленского, вот все эти видеообращения, это, конечно, креативно, это хорошо, но из-за его избирателей начинают задумываться. Ну, расстановка сил пока достаточно однозначна, что послужил Зеленского обновляющий перевес, но в то же время действующий президент сейчас отчаянно борется за контроль над избирательными комиссиями, и многое у него получается. Поэтому вот он ищет свои шансы в несимметричной борьбе. Николай, вот как раз об этом у меня отчасти следующий вопрос. Дело в том, что, насколько я знаю, в украинском законодательстве, вы отчасти уже об этом сказали, нет жесткого такого требования к проведению дебатов, теледебатов, публичных дебатов между кандидатами. Вместе с тем, есть четко закрепленная дата, насколько я знаю, 19 апреля для проведения вот этих вот дебатов. Есть еще один нюанс во всей этой истории с дебатами. Поскольку формат дебатов, опять же, по закону не прописан, то Порошенко настаивает на том, чтобы, если да, дебаты состоятся, чтобы они прошли в удобной для него форме. Это так называемая раундовая система, когда в одном раунде говорят про экономику, в другом про безопасность, в третьем про какие-то социальные проблемы и так далее. В связи с этим, может ли центральная избирательная комиссия, с учетом того, что да, у Порошенко есть особое влияние на эту комиссию, каким-то образом сделать так, чтобы было принято решение проведения дебатов именно в том формате, который удобен Порошенко? Да, центральная комиссия будет давить на то, чтобы проводить дебаты в том формате, который удобен Порошенко. Но тут законодательство прописывает, как должны проходить дебаты, ну, по крайней мере, где они должны проходить на ЮАС Успильном, в том случае, если дебаты финансируются из госбюджета. Если же проводить на стадионе Олимпийском, как предложил Зеленский, то, в общем-то, он может либо сам это профинансировать, я так думаю, что по меркам выборов сумма не космическая, либо, в принципе, можно продать билеты, учитывая, что на Олимпийском 70 тысяч примерно посадочных мест. Ну, даже если предположить, что 20 тысяч как-то по блату распределяться, там, журналистам, членам команд, то оставшиеся 50 тысяч, ну, даже если их продать, ну, по 100 гривен, даже если их продать, и то это будет 5 миллионов гривен, но, наверное, сумма должна купить. Если их продать по 1000 гривен, то это будет 50 миллионов гривен, это там где-то 1 миллион 800 тысяч долларов примерно. Ну, то есть, в принципе, за такое зрелище многие будут готовы заплатить. Поэтому тут вопрос вот о том, что брать ли деньги из бюджета, в принципе, из бюджета деньги можно не брать, и если там нужно катиться на ведущего, который будет эти дебаты, собственно, комментировать, то я, в принципе, могу предложить свою кандидатуру, у меня есть опыт телерадио-ведущего, ведущего круглых столов денег из бюджета, не возьму, готов вести дебаты, и таких, как я, вот людей, которые для себя предлагают в этом качестве достаточно много, поэтому я думаю, что это шоу не то, что не убыточное, оно будет очень-очень прибыльное, поэтому тут как бы вопрос о государственном бюджете не стоит, и поэтому ЦВК, и, соответственно, вот чиновники могут по этому поводу расслабиться и не высказываться. — Николай, но с другой стороны, хочется спросить чисто технически, как возможно вот такого рода дебаты на стадионе, я имею в виду известные политтехнологические фокусы типа захлопывания выступающего, создания искусственных помек для выступления тому или иному неугодному кому-либо человеку на стадионе, это сделать элементарно, как это все будет выглядеть? — Ну, действительно, на мой взгляд, Порошенко получит некоторое преимущество, потому что у него банально больше денег и больше ресурсов, если, допустим, 70 тысяч на стадионе, то он может легко выкупить большее количество мест. Ну, безопасность на стадионе обеспечить можно, потому что, в принципе, футбольные матчи обеспечивают, а тут публика ожидается чуть интеллигентнее относительно того, что могут захлопывать, ну, могут, наверное, но по Зеленскому это, поскольку захлопывать могут, скорее всего, его, там будет больше сторонников Порошенко, больше бредов куплено, то, соответственно, он может, в принципе, отмалчиваться. И, как показывает практика, дебаты не особо что-то, в принципе, дают, потому что, об этом еще говорил первый президент Украины Леонид Кравчук, после того, как провел дебаты со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, тогда кандидатом в президенты в 1994 году, то Кравчук делился в воспоминаниях, что все его сторонники его поддержали, сказали, что ты молодец, выиграл, в то же время, как сторонники Кучмы были уверены, что выиграл Кучма. Ну, и тут, скорее всего, что что бы ни было, кого бы не засвистывали, кому бы не мешали, ну, скорее всего, костяк сторонников Зеленского останется за Зеленским, а костяк сторонников Порошенко останется за Порошенко. Ну, и если посмотреть, как проходили дебаты, например, в 2004 году между Ющенко и Януковичем, то там, по сути, вот кандидаты в президенты свои озвучивали тексты, которые они аккуратно заучили, и почти они не входили ни в какое соприкосновение. Поэтому понятно, что каждый актер, да, на случай Порошенко актера Зеленский, вызубрит свою роль и как-то ее отторторит, ну, вряд ли это. Ну, понятно, что Порошенко очень сильно отстает и ищет любой шанс, но, в общем-то, дебаты, ну, уже неизвестно, что там должно случиться на дебатах, чтобы это как-то глобальным образом повлияло на СВД выборов. То есть, я могу сделать вывод из ваших слов, что вы, в общем-то, согласны с теми украинскими политологами, которые утверждают, что в любом случае, как бы ни прошли дебаты, Порошенко более 5% дополнительных себе не наберет. Ну, а, собственно, Зеленский, если он вдруг будет проваливаться, там, чего-то не знать, то, собственно, от него вроде как и не требуется, чтобы он все знал. Он там новый человек в политике. Если ему какой-то термин загнут, который он не знает, то, в принципе, достаточно честно сказать, что я этого не знаю, я учусь, я вот пришел в политику. То есть, я вот с трудом понимаю, как вот можно Зеленского дискредитировать на этих дебатах. Компромат какой-то на него, так сказать, вылить. Но мы столько за последние годы в Украине компромата слышали на всех кандидатов и всех политиков, что это уже мало действует. Поэтому вот пока с трудом представляю, что там может такое произойти. Но действительно, вряд ли это повлияет больше, чем там на 3-5%. Скорее, даже меньше. Я оттолкнусь от ваших слов, что вряд ли что-то может произойти. А Донбасс не может стать, скажем так, вот тем случаем, который позволит, да, либо отменить выборы, либо перенести их, либо еще какие-то, скажем так, вести в действие форс-мажорные обстоятельства. Почему я об этом спрашиваю? Сегодня я читал перед нашим эфиром ленту украинских новостей. Там как раз писали о том, что стороны обменялись достаточно серьезными обстрелами. Два украинских военнослужащих погибли. Это ли не повод для того, чтобы начать активные боевые действия на Донбассе? Ну, к сожалению, двое погибших – это достаточно регулярная статистика. То есть, это не так редко там в день может погибнуть двое военнослужащих. Такая вероятность рассматривается, что если Петр Алексеевич будет вообще, скажем, никак не уверен в исходе выборов, то он может обострить ситуацию на Донбассе. Плюс ситуацию на Донбассе могут обострить и сепаратисты, потому что мы тоже не знаем, что у них в голове. То есть, я такой вариант тоже не исключаю, что с той стороны могут обострить. Соответственно, вероятность рассматривания выборов под предлогом военного обострения не исключена. Но все же мне не представляется это слишком вероятным, потому что это как-то будет слишком заметно в глазах тех же международных партнеров, кому выгодно там срывать выборы. Поэтому, ну, надеюсь, что этого не случится, что ничего такого не произойдет, что даст возможность выборы сорвать. Но есть там другие возможности. Можно, например, распаривать там результаты выборов, кивать на то, что там Россия вмешивалась, еще кто-то вмешивался, попытаться в судах погрязнуть. А у действующего президента, как известно, до недавнего времени там был в судах контрольный пакет, уже сейчас некоторые судьи начали колебаться. Поэтому вот совокупность разных шансов давала Порошенко ранее 20%. Сейчас, мне кажется, даже и 30%, как я уже сказал, потому что команда Зеленского пошла в невынужденный обмен ударами. И, соответственно, вот Порошенко получает некоторые шансы на кто-нибудь крюк подловить. Возможно, вы смотрели когда-то вот бой знаменитого боксера-британца Ленокса Льюиса с Хасимом Рахманом. И Льюис считался безоговорочным фаворитом, но все-таки пропустил нокаутирующий удар. Но тут тоже, в общем, какая-либо случайность пока еще не исключена. Николай, и последний вопрос. Известный французский писатель и философ Бернар Анри Леви опубликовал статью после своего общения с кандидатом в президенты господином Зеленским. И я процитирую фрагмент этой статьи. Его избрание, возможно, станет своего рода коллективным покаянием Украины за Махно и Степана Бандеру. Во всяком случае, он говорит прямо тот факт, что я еврей, стоит на 20-м месте в длинном списке моих недостатков. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это исключительно мнение господина Леви или граждане Украины тоже жаждут покаяться? Ну, я бы как-то не хотел считать, что вопрос национальности имеет какое-то значение для исхода выборов. К сожалению, мы видим, что поскольку команда действующего президента ловит шансы шальные, то в том числе некоторые политологи, близкие к банкам, и вопрос национальности поднимали, что президентом Украины должен быть обязательно по национальности украинец. Но в целом вопрос все-таки стоит в основном за скобками. Это свидетельствует о зрелости украинского общества. Воспринимать это как покаяние? Ну, мы же не думаем, что за Зеленского голосуют, потому что он еврей. То есть я тоже так ситуацию не оцениваю, поэтому я не считаю это покаянием, но считаю, что это определенным признаком зрелости тот факт, что большинство избирателей не волнует национальность кандидатов. С отдельным мы вот бытовым антисемитизмом сталкиваемся, в том числе в Киеве иногда что-то вот где-то пишут на заборах и так далее. Но в целом, в среднем, вот на исход выборов, насколько я понимаю, это не влияет. Поэтому вот если Зеленский считает недостатком, ну, наверное, он скорее всего шутит все-таки как юморист, потому что не вижу оснований ему там считать национальность недостатком. Ну, вот, ну, может быть, действительно, вот победа Зеленского даст возможность, вот когда там Украине будут, в том числе представители Израиля, нас там упрекать за прошлое, там, за того же Бандеру, то можно будет сказать, что вот ошибки ушли, даже евреи избрали президентом. Но все-таки, скорее всего, это останется на уровне шуток, потому что, ну, опять-таки, для людей здоровых обычно не так важно, какой национальности там человек, какой раса, соответственно, они анализируют свои предпочтения, ну, в принципе, не должны об этом глубоко задумываться. Николай, огромное спасибо за это очень откровенное интервью, спасибо, успехов вам, мира Украине, и всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok